Адъемк-то профессора Индийского технологического института Мадраса Санкаран Субраманиан отмечен международной премией Евгения Заводского в знак признания его новаторского вклада в электронную парамагнитно-резонансную томографию для неинвазивной количественной оксимметрии опухоли в исследовании рака. В Академии наук Республики Татарстан профессора наградили дипломом, медалью и денежным чеком на 5000 евро. Лекция лауреата о своей работе публикуется в журнале «Эпплит Магнетик Резонанс». Сегодня мы собрались для того, чтобы почтить память нашего выдающегося соотечественника Евгения Константиновича Заводского открывшего в стенах Казанского университета явление электронного парамагнитного резонанса. Особое место мы обводим в премии Евгения Константиновича Заводского, получивших признание мирового научного сообщества. А сегодня в условиях масштабного санкционного давления проведение исследований в такой важной сфере прилетает особую актуальность. Премия получила признание Амперовского общества, Международного общества электронного парамагнитного резонанса и Президиума Российской Академии Наук. Она получила международную оценку как значительная премия за научное достижение. В начале 2021 года комитет обратился примерно к 50 самым авторитетным специалистам в области ЭПР с письменной просьбой назвать кандидата. Были рассмотрены все кандидатуры, названные до 1 апреля 2022 года. В результате широкого обсуждения всех кандидатур решение комитета было единодушным. Премию 2022 года присудили профессору Санкарану Сабрамуниану. Профессор Сабрамуниан настиг таких удающихся результатов в определении баксиметрии патологических тканей. Мне всегда казалось, что будущее ЭПР-номографии еще далеко-далеко впереди. Надо сказать, что этому способствовали и наши выпускники, и выпускники нашей лаборатории. Ильдар Салихов, Борис Эпель, который, я думаю, профессор Сабрамуниан упомянет в своей лекции. За 31 год существования этой премии высокого звания лауреата были удостоены 39 выдающихся ученых из разных стран мира. Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Нидерланды, Россия, США, Швейцария, Япония, а также фирма Брукер Биоспин. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс.